Всем привет! С вами Прия. Сегодня хочу просто поговорить с вами без никакого либо гайда рассуждений касательно игровой механики или аналитики ваших персонажей. Кстати, насчет аналитики. Аналитика будет в ближайшие две недели. Людям, которые занимаются своими классами, им надо самим понять, какие изменения случились и понять вообще, какие советы адекватные вам давать, чтобы вы нормально все поняли и чтобы нормально все в принципе было. Аналогично также аналитики будут на те классы, которые были и на парочку новых. Но об этом чуточку позже. Либо на стримах я об этом иногда и говорю. Так вот, тема, на которую я хотел бы с вами поговорить, это вообще дальнейший контент. В принципе, дальнейший контент как в Варкрафте, так и на ютуб канале. В Варкрафте, окей, он идет относительно линейно и там каждые, что у нас получается, каждые 3-4 месяца выпускается некий новый патчик, в котором делается что-то новое. Начиная от сменений миф-плюсов, заканчивая, ну скажем так, открытием нового рейда. Так вот, ну не мусолить же все время об этом на ютуб канале, верно? То есть это не особо как-то классно что ли. Вот. Окей, есть рубрика аналитика. Аналитика живет, аналитика будет жить, аналитика будет процветать. Пока есть эксперты в своих классах, и пока вы кидаете свои оружейные на обработку. За это вам огромное спасибо, что заинтересованы в этом. Далее. Какие-либо ответы на вопросы? Ну, ответы на вопросы, как бы вам сказать, я не вижу каких-либо адекватных, классных вопросов. Единственный вопрос, который мелькает, это, почему ты не общаешься с таким-то человеком, почему ты не общаешься с тем-то и с тем-то. Ну, знаете, все-таки это какие-либо, скажем так, мои терки с людьми. Да и это даже с терками-то не назвать в принципе. Люди верят в клевету, те, которые обиделись на меня, верят в клевету вообще от чужих людей, не от меня даже. Просто люди решили поверить другим людям, а не мне. Печально. Окей. Ладно. Но это самый такой фигурирующий вопрос. Вот. Касательно дальнейшего контента. Ну, окей, ладно. Раньше был Голдфарм. Слава гарнизонам. В гарнизонах было классно. Это любой скажет. Реально, то есть мы сидели в гарнизонах, мы фармили эти гарнизоны. Всем нравилось. Все получали с этого кайф. Ну, а когда начал потихоньку подходить Легион, я начал говорить такие фразы, по типу то, что, ну, в гарнизоне вечно мы сидеть не будем. То, что, говорю, я вот пофармил Голды, и я ее нафармил достаточное количество. Серьезно говорю, мало кто столько Голды выфармил с гарнизона. Говорю, я не буду фармить второе дополнение подряд Голду. Говорю, потому что это глупо. Ну, действительно, сами вдумайтесь. Я полтора года пофармил Голду. Заниматься этим еще два года в Легионе. Ну, не знаю, видосики по Голдфарму-то я поснимал в самом начале. Ну, да, зашли неплохо, потому что всем опять же было интересно. Ну, а какой сейчас Голдфарм? Сейчас Голдфарм весь строится на крафте Легендарки там раз в неделю. Когда она там получается. Ну, при построенном этом разрушителе пустоты. От него уже, по-моему, да, построено. Вот. Да и все. По факту. Классно. И мне об этом видос снимать? Ну, не знаю. Хотя можно, кстати. Не знаю. Тематика Голдфарма, она сейчас такая приземленная. И как-либо рассуждать о ней не особо-то хочется. А вы нуждаете? Потому что, ну, периодически по типу. Вот, Макс, сколько у тебя Голды, так это, ну, это ж классно. Ну, реально, то есть человек, впервые зашедший на стрим ко мне, видит такую большую сумму, это реально кап Голды. И у человека удивление. Человек не понимает, человек не осознает, откуда столько. Ну, я начинаю говорить, и встречный на этот вопрос идет. То, что, а как сейчас нафармить? Ну, серьезно, я особо, хоть и Голдфармом не занимаюсь, но моя Голда, она держится, скажем так, на одном уровне. С учетом того, что я трачу на жетоны себе, и я трачу на жетоны вам. До сих пор в ВК-группе идут розыгрыши жетонов, я их не отменял. Я как делал их раз в 3-4 недели, так они и идут. Ну, окей, ладно, сейчас где-то раз в 5 недель, но все равно. Все-таки цена же на жетон поднялась, и с учетом того, что я не фармлю Голду, это, ну, не знаю, с моей стороны, это относительно неплохая отдача. А, по-моему, я не туда портался, кстати. Да, я хочу просто по локалку сделать. О ПВП можно поговорить. Ну, что у нас ПВП? Войнам играю, да? Войнам играю в основном в защите. ПВП шить конкретно в защите, это глупо. Большой рейтинг не возьмем. ПВП шить в армсе, это надо привыкать. Буду привыкать конкретно на стриме, будет заходить классная ПВП-комьюнити. Будет меня провоцировать как-либо. Я человек вспыльчивый, буду ругаться. А сейчас идут культурные стримы, на которых я не собираюсь ругаться. Почему культурные стримы? Надо. Скоро вы, надеюсь, сами увидите результат. Если этот результат, конечно, будет положительный, это будет очень классно. Вот. ПВЕ, окей, гробницу сейчас осваиваем. Делать тактики на боссов? Вообще глупо. Серьезно, вы сами можете зайти и почитать тактику. Ну, окей, ладно, кто-то текст плохо воспринимает, кто-то лучше видосики воспринимает. Заходите в видеоматериалы на Твиче, и перед пулом босса РЛ нам объяснял тактику. Хоть как-то, но объяснял. И на основе своих ошибок, и на основе пробы, скажем так, мы осваивали боссов. Ссылочки, кстати, могу вам кинуть на эти трансляции. При желании можете посмотреть, что ХМ, что Нормал. Ну, было весело. Вот в воскресенье у нас будет килл джетен. В нормале, в ХМе. В нормале-то окей, ладно, мы его быстро снесем. Надеюсь на это. Ну, там, с первого, второго, третьего пула. А в геройке он может долго не умирать. Он живучий. То есть понедельник, вторник, еще тоже будем осваивать. Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье. Дни нашего рейт тайма. А этот приз хочет умирать? А сейчас он умрет. Все, готово. Вот, то есть, видите, да, что фвп происходит. То есть все летают, все прыгают. Что-то двигается. А у меня реакции-то не особо. Хотя, не знаю. Может, если аддончиков установить каких-либо нужных, то и реакция поднимется. И если маленько позанимаюсь пвп, то начну воспринимать адекватно какие-либо вещи. Подумаю, кстати, об этом на самом деле. Давненько хотелось мне пвп заняться. Да и к тому же, знаете, в легионе подогревает то, что когда вы достигаете 2000 рейтинга, то за место обычных шмоток с четвертого сезона 895-955 эквипа вам начинают падать элитные шмотки, которые минимальным эквипом уже побольше. То есть там от 910-го, что ли, в текущий момент. Не знаю точно, брать не хочу, но что-то как-то примерно так. Можно попробовать как вариант. Опять же, с кем? С опсиком за кота? Ну, в 2дд нас там быстренько распластают. Да я же тебя сейчас настигну. Стоять, не двигаться. Нет, я не настигну его, это друид. Он просто меня раскайтил. Ну, то есть вот так вот все это дело и обстоит. Все очень грустно, вовлю с этого большого дизморали на самом деле. Я не знаю, что делать. Мы фармим эти миф-плюсы. Насколько их можно фармить? Окей, ладно, с 28-го числа хотя бы повысит левел кап вещей, который дропает с миф-плюсов со всяких 11-х-15-х. Ну, тогда еще будет повеселее фармить. То есть мы будем конкретно фармить 15-е ключи. Возможно, будем брать 15-е ключи от вас. Возможно, будем сами свои ключи перегонять. То есть сейчас, понимаете, как классно еще сделали с этими ключами? То, что вы можете соло зайти в инст, вставить ключик, нажать по себе правой кнопкой сброса пахального ключа и он понизится у вас на один левел. Ну, и вы получите тот же ключ. А если вы пойдете его улучшать, то вы получите ну, ключик уже повыше и на другой инст. Лайфхак. Все-таки видосы должны быть полезными в какой-то степени. Не знаю, хочу услышать какие-либо ваши идеи. Что можно придумать, что можно сделать, может что-то новое кто-то предложит. Я только рад буду попробовать на самом деле. Время есть, фантазии нет. С этого реально очень скучно. И грустно. Всех вам благ, счастья, здоровья, друидов, которые вас кайтят поменьше. И, как говорится, легендарок побольше. И берегите ноги. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова